Привет, друзья! Алексей Воробьёв – российский киноактер, клипмейкер, певец и музыкант. Талант его многогранен, он одинаково хорошо поёт песни и пишет музыку, снимается в кино и участвует в телевизионных проектах. В одних из них он становится победителем, в других показывает плохой результат. Иногда исполнитель бывает очень нерешительным, как в шоу «Холостяк», где так и не выбрал себе спутницу. Но при всём этом нужно заметить, что жизнь стала бы пресная и скучная без таких, как Алексей Воробьёв. У красавчика много поклонниц, которых интересует не только творческая жизнь талантливого человека, но и личная. И, безусловно, вопрос о том, где живёт Алексей Воробьёв, волнует большинство его фанаток. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Алексей Воробьёв, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Родной город Алексея Воробьёва – Тула. Именно здесь 19 января 1988 года он народился в семье домохозяйки и начальника охраны предприятия. Как и много мальчишек, Алексей предпочитал спортивные секции, особенно футбол, и даже собирался достичь на этом поприще больших высот. Но спустя несколько лет в жизнь Алексея вошла музыка, чтобы сыграть в его биографии решающую роль. Он сумел провести параллель между этими увлечениями и считать, что в музыке, как и в спорте, нужно постоянно развиваться, не стоять на месте, и только тогда тебе гарантирован успех. Воробьёву было всего 12, когда он впервые попал на музыкальный конкурс. Потом такие мероприятия случались постоянно. Он участвует не только в отечественных, но и в международных конкурсах и привозит оттуда награды. В 16 лет парня приняли в тульский фольклорный ансамбль «Услада», причём в качестве солиста. Спустя год он стал победителем «Дельфийских игр», где исполнил сольно-народное пение. После получения школьного аттестата Воробьёв стал студентом музыкального колледжа по классу аккордеона. Парень не привык сидеть на месте и довольствоваться достигнутыми результатами, поэтому в том же году оказался в столице на кастинге телешоу «Секрет успеха». Ему удалось подняться на третью ступеньку. К Воробьёву приходит первая узнаваемость. Он понимает, что нужно закреплять результат и принимает решение о переезде в Москву. Он снял себе жильё и в том же году стал студентом Гнесинки. Предпочтение Алексей отдал эстрадно-джазовому отделению. Парень демонстрирует упорство и трудоспособность, поэтому отличные результаты появились буквально после окончания первого курса. Ему предложили контракт с Universal Music Russia. Кинематографическая биография Алексея началась в 2006, когда его позвали на главную роль в сериале «Мечта Алисы». Этот интерактивный проект выходил каждый день на канале МТВ «Россия» и принёс Воробьёву настоящую славу. Воодушевлённый такими успехами, молодой человек решает снова учиться. На этот раз его выбор пал на школу-студию МХАТ, где его наставником стал Кирилл Серебренников. Однако до диплома дело не дошло. Слишком много сил требовалось на подготовку к разным проектам и конкурсам, поэтому времени на учёбу не оставалось. Он был вынужден забрать документы из вуза. Алексей всегда хотел попасть на Евровидение как представитель России. Исполнить мечту посчастливилось в 2011-м. Воробьёв выступал за Россию с композицией «Гетчу», но своим непредсказуемым поведением перечеркнул все усилия. В интервью перед началом конкурса он высказал своё негативное отношение к секс-меньшинствам. Потом уже во время конкурса Воробьёв выступил с обвинениями в плагиате к исполнителю из Швеции. Первый полуфинал закончился 10 мая. И певец в прямом эфире поздравил всех с Днём Победы, что вызвало нежелательную реакцию членов жюри и журналистов. Во время объявления результатов, когда стало известно, что он попал в финал, Воробьёв начал материться на эмоциях и посылать поцелуи в объектив камеры. Естественно, что такие действия вызвали негативную реакцию окружающих. И в результате певец оказался на 16-м месте с результатом в 77 баллов. В том же году Воробьёв подписывает контракт на очень выгодных условиях с продюсером Red One, который раньше работал со многими звёздами зарубежной эстрады. По этому контракту он должен выступать под псевдонимом Alex Sparrow, который переводится как Воробей. Вскоре певец выпустил диск под названием «Детектор лжи Воробьёва» и в его поддержку уехал в гастрольный тур. На всех выступлениях артиста неизменно был аншлаг. И снова певец продолжает неуклонное движение вперёд. На этот раз он решил уехать в Штаты. Одновременно с записями в студии Воробьёв ходил на отборы. И вскоре это принесло свои плоды. Его позвали на съёмки голливудского триллера «Ватиканские записи». Потом был сериал «Нереальный холостяк» и криминальная картина «Город грехов 2», женщина, ради которой стоит убивать. В начале 2013-го Алексей попал в ДТП. Это случилось в Лос-Анджелесе и имело тяжёлые последствия. Доктора обнаружили кровоизлияние в мозг. А потом оказалось, что часть его тела парализована. Было много сомнений по поводу того, сможет ли артист продолжить свою карьеру или вообще окажется обездвиженным. Курс реабилитации длился 8 месяцев и закончился успешно. При взгляде на артиста со стороны даже не скажешь, что он когда-то был прикован к постели. Воробьёв продолжил развивать свою кинематографическую карьеру, которая дорожит так же, как и музыкальной. Режиссёр Егор Баранов пригласил артиста на съёмки ленты «Самоубийцы», принесший ему награду фестиваля 2012 года за лучшую мужскую роль. В том же году его позвали на программу «Жестокие игры», где музыканту пришлось довольствоваться вторым местом. Зато следующий проект «Лёд и пламень» принёс ему и фигуристке Татьяне Навке заслуженную победу. На одной из тренировок Алексей сломал руку, но сходить с дистанции – это не в его правилах, поэтому он продолжил участвовать в конкурсе и, как итог, заслуженная победа. В 2015-м Воробьёв представил свой первый режиссёрский проект. Он снял короткометражную ленту «Папа» об убитом горе-отце, у которого погибла любимая дочь. На американском фестивале Action on Film Festival картина Воробьёва удостоена приза в номинации «Лучший короткий иностранный фильм». Алексей Воробьёв никогда не скрывал свою личную жизнь, скорее наоборот. Все его похождения тут же становились достоянием общественности. Когда музыкант попал в «Ледовое шоу», он мгновенно влюбился в Татьяну Навку, его партнёршу по проекту. Однако до серьёзных отношений между ними дело не дошло. Потом в жизни Алексея появилась актриса Оксана Акиншина. Счастье длилось недолго, и вскоре они окончательно порвали все отношения. Прошло немного времени, и пресса запестрела сообщениями о новой возлюбленной пианице. Певца Виктории Дайнеко. Однако и этим отношениям не случилось стать судьбоносными. В марте 2016-го Воробьёва пригласили на съёмки передачи «Холостяк», которая выходила на канале ТНТ. За его любовь сражались писанные красавицы, но, ко всеобщему удивлению, Алексей так и не отдал предпочтение ни одной из них и покинул проект в том же статусе «Холостяка», в котором и появился. К концу 2016-го поползли слухи о романе Воробьёва с солисткой коллектива «Динамо» Дианой Иваницкой. Они редко бывали вместе в публичных местах, окружив свои отношения завесой тайны. Позднее девушка написала на своей странице в Инстаграм, что изменило Алексею, после чего отношения между ними закончились. В 2017-м новым увлечением певца стала модель и блогер Кира Майер. Спустя год знакомые певца проговорились, что Воробьёв снова влюблён. Имя девушки – Джоконда Шенникер. Они вместе снимались в музыкальном клипе «Миллионер». Заметим, что Алексею и Воробьёву в разное время приписывали романы со многими звёздными красотками, и имена не всех девушек мы озвучили. Он так быстро меняет своих возлюбленных, что журналисты не успевают сообщить об этом на страницах своих изданий. В СМИ просачивалась информация о тайной свадьбе артиста, но Алексей сразу прояснил ситуацию. «У меня нет жены и нет девушки. Хватит верить всему, что вы видите на новостных сайтах», – заявил музыкант. Некоторое время назад стало известно, что у Алексея Воробьёва есть тайный сын, который родился в его союзе с врачом Натальей Зубаревой. А после экс-участница пятого сезона шоу «Холостяк» Татьяна Шелл заявила, что также родила малыша от артиста. Однако сам Алексей не признаёт ни одного из детей и уверяет – он закоренелый холостяк, которого интересует только одно – любимая работа. Молодой артист добился большого успеха и в Америке, поэтому большую часть времени живёт и работает в этой стране. В Россию певец приезжает, если приглашают на концерты или съёмки фильма. В 2014 году Алексей приобрёл роскошный белый особняк с уникальным ландшафтным дизайном в Лос-Анджелесе. Особняк Воробьёва одноэтажный, но в доме есть обустроенное подвальное помещение. Американцы там создают зоны отдыха и дополнительные гостевые комнаты. В этом Алексей не стал отставать от своих друзей и коллег. Воробьёв выбрал ничем не примечательный дом внешне – выкрашен особняк в белый цвет, чтобы отражал солнечный свет, так как в Калифорнии летом температура достигает 40 градусов и держится несколько дней. Алексей не стал покупать дом на берегу океана, так как далеко добираться до работы. Выбрал спокойный район недалеко от известного Голливуда. Планировка в доме артиста открыта. Кухня и гостиная комната объединены в общее пространство. В особняке две гостиные. Одна для приёма гостей, а другую Воробьёв сделал в своей студии, где проводит много времени, придумывая новые песни или репетирует. Если поговорить о стиле, то певец выбрал молодёжное направление. Оформил дом в белом и чёрном цвете. Пространство получилось гармоничным, как раз подходит для молодого музыканта. Алексей ещё не попал в списки Forbes и зарабатывает следующие суммы. За сольные выступления – около 2 миллионов долларов в год. За одно выступление на корпоративе – от 40 до 60 тысяч долларов, в зависимости от требований клиента. Актёрская деятельность – это наименьшая статья дохода артиста и составляет ежегодно около 1 миллиона рублей. Друзья, давайте пожелаем завидному холостяку блестящих и прекрасных выступлений, звонких и громких аплодисментов, интересных и увлекательных затей, замечательной погоды в жизни и за окном, чудесного настроения души и сердца. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok